Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас вторая часть пустых баночек. Немножко, но что-то есть все равно. Чуть побольше, чем обычно, а то у нас обычно 5 пустых баночек плохих. Сейчас в этот раз побольше. Давайте смотреть. Мицеллярка от Evian Sabo. Не понравилась она мне. Смывала в целом норм, но щипит глаза. Причем даже не слизистую, а кожу. Это даже не то, что щипит, жжется. Просто кожа как будто горит. Не понравилась из-за этого. Я ей тоже кисти протирала, кроссовки. Нет. Тем более достаточно большой объем. Да, недорого, доступно, в подружке все дела. Но если еще и чувствительные глаза, не дай бог. Реально мне прям пекло. Из видео про неудавшиеся туши. Evian Sabo, Cabaret Premier. Классическая и водостойкая. Что одна, что вторая. Просто нет, просто бе. Не хочу, не буду. Про водостойкую даже вообще говорить не хочу. То есть как она выглядит отвратительно. И так же отвратительно она воняет. Прям ужасно. Конечно, мы все разные. Кто-то, наверное, скажет, ой, она же моя любимая тушь. Ну, не зашло мне, к сожалению. Хотя раньше я тоже пользовалась. И малышка от Анастасии. Lash Brack. Да, Анастасия Беверли-Хиллз. Вот такая малышка из Адвента у меня попалась. Тоже, ну вот как-то никак не зашло. Любви не случилось. Тоже все вам показывала. Долго останавливаться не буду. Вот здесь достаточно неожиданно. Мой любимый фроше. Рождественская линитка. Мыло, да. Жидкое мыло. Апельсин, господи. В шоколаде. Во-первых, что меня смутило. У них вот особенно лимитированные вот эти все версии, да. То есть что мыло, ну, рождественские я имею в виду. Мыло, кремы для рук, гели для душа, там, гамажи всякие, да, такое. Но они всегда классно пахнут. То есть они прям, ну, интересные запахи, реально рождественские такие все дела. Но здесь такое ощущение, что отдушки просто минимум. То есть если вот вы ждете прям вот аромат, то здесь его нету. То есть и вот если, и вот его вот едва-едва чувствуешь, если вот надо прямо к флакону. А когда вы моете руки, аромата нету. И при этом он кончился как-то достаточно быстро. То есть у него какой-то расход достаточно большой был. Я не знаю, почему, но в этот раз как-то не получилось. Потому что сколько я каждый год, я в Эфраше покупаю лимитированные вот эти вот версии. То есть мыло, где для душа, там, да, бальзамчики для губ. Что пошло не так в этот раз, я не знаю, не понимаю. И очень жалко, потому что я так люблю. Посмотрим, что в этом году, конечно, будет, да, с рождественской линейкой. Но тут как-то не зашло. Так, мама сюда вкинула мне масочку от бренда Исана, европейский бренд. Антивозрастная маска Q10. Она ее просто не поняла. Сказалось, что было как-то очень липко. Все это очень тяжело смывалось. То есть тут вообще, да, предполагается, что типа 10-15 минут массировать излишки или удалить салфеткой. Но ей, ну, еще кожа, хоть и возрастная, но у мамы кожа жирная. И ей не пошло, потому что, то есть она это, конечно, промокнула. А ей, ну, не нравятся ощущения. То есть у нее как бы вот это все липко, мерзко и не очень. Поэтому, соответственно, она все это попыталась смыть. И как-то, в общем, некомфортно. И по эффекту, то есть чтобы какая-то была кожа там напитанная или увлажненная, супер, вообще ничего не поняла. Поэтому, собственно, отдала мне, говорит, типа не понравилось. Так, еще одна мне вкинула. Это у нас крем для депиляции ультранежный салоя от Эвелин. В целом, как бы претензий у нее к нему не было, да. То есть это тоже мамина пустая банка. Но немножко, ну, с точки зрения качества удаления, давайте это так назовем, да. То есть она говорит, что было и лучше. Поэтому, как бы, наверное, повторять не будем. Так, еще тут влажные салфетки из улыбки радуги. Вот на удивление, да, уж казалось бы, сколько я вам влажных салфеток показываю. Это биокоз, влажные гигиенические салфетки с ирисом, по-моему, да, японский ирис. Очень тонкие. И единственное, у меня есть просто еще одна такая пачка. Я с дуру две купила. Вот во второй я специально одну штучку вам оставлю показать. То есть насколько она тонкая, потому что вот условно вот они LP Care, вот я пользуюсь которыми, да, из подружки, да, тоже когда крашусь. То есть прям большая салфетка. Ну, сори, она немножко, я потому что красилась как раз. Она плотная, то есть прям видно материал, да, то есть вот даже если вот так вот, да, чтобы без макияжа. То есть она плотная. А вот в этих ты ее прям чуть-чуть буквально потянул, и она такое ощущение, что сейчас порвется. Она очень тонкая. То есть вот эти волокна, и ты, если что-то начинаешь подтирать, вот эти волокна от нее могут остаться на лице, тоже неприятно. Поэтому вот эти конкретно салфетки не рекомендую. Наверное, единственные, да, из улыбки радуги, которые, типа, не фонтан. Так, два крема для рук. Ла Фреш из Магнит Косметик. И от Эвелин, увлажняющий кокосовый, господи, папайя и масло ши. Ну, как-то не очень просто. Просто не очень. Не знаю. Вот у этого еще был момент, он как-то скатывался на руках. То есть вроде бы чуть-чуть нанес нормально. Не дай бог переборщил, все. То есть обычно даже если ты, ну, крема для рук много наносишь, ты прям сидишь как в перчаточках, такой у меня лапки, да, то есть и он все равно впитается так или иначе. А этот нет, ты пытаешься его разнести, а он в катушку просто скатывается, то есть и не впитывается, соответственно, такой эффект скатки получается, не знаю. Вот. Этот просто базовый, ну, то есть как бы ничего особенного, но мне как-то его просто не хватило. Так, а, еще из подружки пинкап, это, я вообще просто тут разгребала ногтевой ящичек, скажем так, и это нашла салфетки для снятия лака с ароматом клубники без ацетона. Но я ими пользовалась, на самом деле, брала, когда еще активно красилась именно просто простыми лаками, в частности на ногах. То есть вот такие кружочки. Они, кстати, до сих пор, да, до сих пор мокрые, но пахнут они приятно, но они просто ничего не делают. Они очень плохо смывают. Я это брала такое, как в поездку, да, то есть не флакон с бутылкой тащить, да, а именно вот такие вот малышки. Они мало того, что не работают, но, да, видимо, без ацетона как бы не очень, но здесь еще смысл в том, что они жирные. Они прям жирные. Ты начинаешь там что-то смывать, и прям хочется помыться после этого. То есть вот чисто из-за этого. Я знаю, что многие, да, не красят, ну, не наносят, да, именно гель-лаки, да, гели на ногти. Красятся обычным лаком, и тут я не могу посоветовать. Да, конечно, это удобно, это компактно, это ничего не весит практически в дорогу. Это, конечно, супервиш, но, к сожалению, она не работает. И последнее, что покажу, это у нас Биодерма. Умывашка, очищающая для комбинированной и жирной кожи. Как раз почему она оказалась здесь? Именно как раз потому, что они написали для комбинированной и жирной. Ну, не хватит этого очищения для комбинированной и жирной кожи. Написали бы для всех, типа, в коже. Или там, типа, просто для нормальной. Окей, это как бы годится. Ну, и опять же, да, Биодерма достаточно бренд, ну, не бесплатный, скажем так, да, аптечный. Вот, стоит он все-таки прилично. И за такую цену, как бы, мне кажется, немножечко что-то не дотянули, не доработали. И уж точно это не для жирной кожи. Ну, ни разу вам в жизни не хватит очищения вот от него. Оно крайне мягкое и крайне нежное. То есть, ну, просто не хватит. Вот, то есть, для нормальной кожи, если чуть-чуть с сухостью склонна, это да, тогда сгодится. Но для жирной кожи нет. Поэтому, собственно, это сюда и повало, потому что написано для жирной. Для жирной не годится. Все. Все, не так много баночек получилось. Но, в целом, что-то я вам все равно сегодня наговорила. Все, заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.